Вот, сегодня 24 декабря 2015 года. Необычная теплая температура. О, Володя выходит со стремянкой. Увидите, какое дело. Никита тут со снегом работает. За зомбированным человеком угуру надо работать. А то голодом будешь ложиться спать. Ну, давай, зомби. А то отправляют тебя куда-то там в Томск, в семинарию. Давай. Сколько снегу нападало. И сразу температура, видите, вот забор и все такое черное. Это мокрое. Это на нашей территории мы находимся. Видите, какая елка, тут береза. Вот дым идет из трубы. Но это не наше. Это Надежда Васильевна. Наша уже оттопилась вечером. Вот так. Так, иди сейчас помогай, Володя. Никита, держи руками. Чтобы он залез и мог прибить надпись. Крепко держи. Прямо вплотную повыше поднимай. Вот так. Так, посмотри, в районе. Правее возьми маленько. Посередке. Правее. Вот так, прибивай. Пойдет, да? Все. Смотри, по одному гвоздику бери. Только по одному. Остальные у тебя выпадут из рук. Вверху первый прибей, чтобы держало. Первый гвоздь вверху бей. Не урони его только. О, теперь второй слева. А потом внизу уже не торопясь. Погода сегодня такая удивительная. Прям, ну, никогда не помним такой, что в Сибири такая погода. Декабрь. Рождество, вот, а Новый год. Температура съехала до нуля. Вот еще два гвозика и все. Вот видите, какими делами занимаются люди православные. А то говорят православные, а не интересуются интернетом. Это мусульмане говорят. Ну и правда, мало интересуются. Но у нас все время съемки идут. Ну и посещаемость говорит о том, что людям интересно. Задают вопросы. Вот так. Вот еще один гвоздик и пошли дальше в храм. Вот там коридор. Мы везде сейчас прибьем. И это все, видишь, сделали скотчем. Прогнали. Все, быстрее убирайте. А то тут капает дождик. У меня окуляры тут забьются. Отдай ему. Никита, иди вперед. Там надо будет держать. Включай свет везде. Быстрее. Вот. Это у нас тут остатки пищи. Это от старой компании, которая была ОСВОД, спасение на водах. У них так было. А у нас вот при выходе вот так написано. Везде места описания. У православных это не принято. Вот так. Заходи, Володенька. Это вот в храм вход. Вот она где, закрывайте двери. Вот. Вот так и приходишь, и тут написано сразу. По закону. Что, где забивать-то еще будут? Вот, вон вверху. Ставь рядом, чтобы мог зайти. Мы все показываем здесь. Сейчас я покажу. Тут свет зажечь надо. Что тут написано? А-то заходишь, тут женщины раздеваются. Тут можешь без этого не... Ну, заламинированное возьми. Да-да, тут можно. Женщина здесь раздевается. У них тут одежа висит. Вот. Тут у нас остались еще книги. Немного совсем. То есть, книг уже нету. То есть, очень мало. Очень мало. Вот показываем. Ну, по тысяче экземпляров всего было. Вот это. В ящиках, которые мы увезли. И оттуда переслали обратно. Сказали, такого номера у нас нет. 15-го. И там, по следующей библиотеке, на север давали уже без 15-го тома. А теперь, кто полный комплект берет, тому надо... Вот так. Читровее. Читровее. Да, да. Ну, пока прибивает. Я еще дальше покажу, что... Вот здесь вот приподнять маленько. Видно? Нет тут, я не знаю. Ну, это мешки, трупа. Кто приезжает с Украины. Мы тут мешками даем, кто приезжает. У нас немножко осталось совсем. Сейчас я тут... Чаклю. Это вот ширма какая висит тут. И тут тоже книги остаток. Каждый том подписан. У нас еще есть. Я ничего не скрываю. Ругают меня за это. Ну, а что скрывать-то? Господь знает. Это вот домик, который мне государство выделило за то, что у меня была конфискация этих предметов, когда судили. Но когда освободился, был реабилитирован. В 97-м вышло помилование, а в 92-м... В 92-м... Нет, маленько не так. В 87-м освободили. В 92-м только реабилитирование было. А там было помилование. Вот как называлось. Во-во. Ну, и теперь стал судиться. 11 лет шел суд. И Господь пособил. Мы выиграли этот суд. А у государства нечем было рассчитываться. Они мне должны были 11 миллиардов. Миллиардов. Ну, недоминированных. Ну, и вот я попросил рассчитаться недвижимостью. И вот так и рассчитались. Приехал мэр города. Центральные газеты Алтайской. Фотограф. Помощник его большую роль сыграл. Советник. А там не понадобится. Баварин этот был. Мэр города Баварин Владимир Николаевич. Советник общинников. Смотря где подниму. Владимир Петрович. Пойдем дальше. Владимир Петрович. Включай там свет. И Слуцкий. Это глава госимущества. И вот эти два дома дали. Общая площадь 226 квадратных метров. В одном мы молимся. Господи, благослови. Вот заходим. Всегда поклониться надо. Потому что дальше там у нас будет храм. Приходили тут московской патриархии священники. У нас тут были встречи. Очень хорошо. И вот как заходишь только. Вот сюда ставь. И вот вверху у нас вот как написано. Это наш сайт. И потом у нас особо памятный день. Ну в какой, в каком приходе есть. Еще ради мы полезем в патриархию. Когда это все сметут в один день. Им главное взять над нами власть. Ну пока Бог хранит нас. Вот мы стоим. Как раз он приехал, мэр города. Я тут. Вот мэр города. Вот если справа, то второй. Ну я покажу даже. Вот он где. Ну а там этот общинников. Этот он бывший в Афганистане был. Афганцем называют. И госимущество Слудский. Приехали. Вот с мэром города стоим. Теперь вот мы с ним поцеловались. Даже упреки. Он бывший порторг. Он входил в десятку лучших мэров России. С какой стороны-то? Ну где-то вон там дальше. Рядом. Чтобы маленько отодвинуть. Или как там. А может здесь лучше? На эту здесь. И ножи здесь надбить. Там и здесь надбить тогда. Принимаю. На обе стороны тогда. Это наш епископ Евтихий Курочкин. Потом он был пять лет. Так называемого переходного периода. Домодедовский епископ. У патриарха Кирилла. Иначе, значит, куда? Ну, вот эти прибивай. Вот так. Вплотную можешь подвинуть к этому. И к тому, кто кверху приведет вплотную. Это без ламинирования. Такую. Простую. Простую. Вот юноша. Как раз в летном училище. Где я проповедовал. Он оставил летное училище. Она тоже. Она закончила ветеринарный. Университет тут. Факультет. Это в нашем. Вот. Кого-то нету. Кто-то ушел. Это батюшка. Вот тут епископ. Тут и романах. Куда ни посмотришь. Разные люди. Кого-то нет. Вот это такая интересная биография. Была. Она была парализованная почти. Умерла теперь. Вдовина. Это все в пятнадцатом томе. Как она обратилась к Богу. И как нашла нашу общину. Как ее привозили из дома инвалидов. На руках носили. Вот так. Давай пиши. Вот при выходе из храма. Вот такое у нас оформление. А здесь наша община. Как крещение идет. Три священника в воде одновременно. И крестят людей. И все это там снимается. Видите. Прям их приходят. Фильм занял, кажется, первое место на международном киноконкурсе. Это я говорю для тех, которые нас поносят. Там псевдо, псевдо засеялись. Это я веду занятия в университете. В каком? Сейчас я не знаю в каком. Вот оно, продолжение. Сидят люди. АГУ. Алтайский государственный университет. А вот это ВГТУ. ВГТУ. Это Ив Стегнеев, Улеська. Это ректор с учебным секретарем. Вот. А это вот занятия я тоже не знаю в каком-то университете я вел. Да, где он. Вот за кафедрой. Ну пусть они покажут, которые нападают, что у них есть. А вот как к крещению люди готовятся, стоят на берегу. Вот как к крещению подходят, это потеряевки. Потеряевки. Вот как крестятся. Вот. А это я в студии. У меня каждое воскресенье была часовая программа, прямой репортаж. Прямой, прямо сразу, часовая, каждое воскресенье. В то время я стоял, видимо, первый в Алтайском крае по эфирному времени. Это я в Нью-Йорке с митрополитом Виталием. У меня дарственная грамота от него на всестороннюю проповедь. Она не теряет сил. Это общество, у нас целая группа глухонемых. Для них все переписали. Куда поешь ты еще? Второй туда. Сейчас я посмотрю, как получилось. Так, подожди. Ну, это высоко. Ну, не право. Хорошо, все. Давайте дальше. На эту сторону поворачивай. Рассказали, значит, сделать. Видите, как сделано. Когда я возвратился, то сделали. Меня даже не спросили. И сами наши надписи написали. И возвратил Господь потерю и дал вдвое больше того, что он имел прежде. Прежде книга Ева. Вот я судил с 11 лет. Ужас один. С 11 лет шел в суд. Ну, это фотографии, там, как я иду, цветы бросают, когда арестован был. Прямо против нашего храма и этот бывший краевой суд, теперь музей истории искусства. Вот. Это вот от церковной дисциплины. Маленько, Владимир, я покажу. Пусть кто просчитает, потом увидит, что они могут сделать или нет этого. К нам приезжали разные люди. Фотографировали все это. Архимандриты. Но не выполнил ни один. По сегодняшний день. Ни один. Ну, я не знаю, как быстро, не двигаю. Это у нас висит в коридоре. Кто бы ни пришел, он ознакомляется с этими правилами. Ну, может, там тормознуть этот интернет, когда смотреть-то. Ну, и увидеть. Вот, пожалуйста, 16 пунктов. Вот так. Вот она висит в рамочке. И, кроме того, здесь есть дополнительное. Дополнительное это вот, что тут вверху написано. Это в коридоре все. Вот. Это куда выходит оглашенная. Только сейчас заметно, что фотографии приходят. Вот. И вот здесь вот правило. Дополнительное решение, которое было принято и обязано выполнять. Так, убери-ка отсюда этого. Она мне закрывает. Владя, уберите эту лесенку. Ну, не знаю, будет, видно, не будет. Все-таки мелкие. Ну, если включить в фонарик, то будет. А? Фонарик, если включить, то будет. Ну, а где он фонарик-то? Я не знаю, где нажимать. Вот, раз, два. Ну, вот. Видишь, вот какой съемщик я или кто там. Володя, прибивает пока, а я покажу. Что, на какого у вас оттуда? Да, вот так хорошо. Пойдет? Да, пойдет, конечно. Все, давай. Вот, тут она зазомбирована, все у нас люди тут платочки надевают, уходить нельзя, правила какие, не шабарчать. Вот тут легко управлять народом, потому что зазомбированы, как о нас говорят. Вот приходит мэр города, сразу зазомбировали его, и он лучшим другом. Главный банкир края, сразу забанкировали его. А один еврей, другой, еще кто-то, приходит мусульманин, сразу заблокировали его тут. А эти, которые говорят, у них ничего нет, у них мозги зазомбированы сатаной. Отдается. Выпуклый, да? Вот так. Тогда это сарковная дисциплина, не знаю, видно было или нет. А это у нас для детей у них. Устами младенца, что говорят дети, батюшка с ребятишками. Вот так. Это новое поколение свободное. Свободное во Христе. Посмотрите, какое одеяние, как. Да где-то люди ничего не могут показать. Мальчик молится, что тут, какая была там у него обида, что за этим идет. А вот интересно, мэр города мне прислал. Мэр, он не разобрался, кто такой Лапкин, и брякнул ему вот такое псевдоправославному гуру. Повторяю, мэр входил в десятку лучших мэров России. Считайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Заранее прошу прощения, что у меня неровно так идет, трясется и прочее. Вот такой съемщик. Это неподдельная. Вот крестовоззрежность колобщена наша, ее данные. Это вывешено все здесь. Ну, я не знаю, видно будет, не видно здесь, но... Он-то в береге же делал. Стараюсь. Здесь же лохнет, что еще и равно надо. Вот мы прибиваем везде эти, что у нас идет съемка, чтобы люди знали это, боялись, трепетали, а от гуру падали в обморок. Поэтому я говорю мнение людей, которые к нам не расположены. Вот люди приходят, они это могут читать. Читать. Вот Володя прибил. Вот это. А дальше у нас что? Ну, дальше вот это из Гестава-Даре, Самарянка. Самарянка. А вот дальше уже вот что читайте. И дальше начинается история нашей общины. Она не скрывается. Вся написана здесь. Как наша община образовывалась. Ну, можем маленько тормозить, я так думаю, и считать. Видите, как у нас все. И это все бросить на растерзание лютым волкам, не щадящим стадо, говорящим привратно. Да сохрани Бог. Мы никого не зовем. Община наша исключительно необычная. В нее запрещено приглашать кого-то. Нас никто не поймет. 53 года направляем людей только в храмы Московской Патриархии, а к себе принимаем те, которые просятся неоднократно. Пишут заявление. И уйти в любой день, момент, и даже не прощаясь уходят. Ну, вдумайтесь маленько. Так ли в сектах делается? Там наоборот. Обольщают, быстро принимают, и выйти нельзя. Как говорят. Вот вчера Иларион беседовал с Тряховским. С Сергеем Васильевичем. Он из протестантов. Вот. Это я постранично веду. Что у нас здесь есть. Это вот все вывешено в коридоре. И человек, приходящий, он должен ознакомиться. Куда попал? В какую секту? Вот Дворкина можем пригласить сюда. Александра Леонидовича. Пускай он побудет. Посмотрит и узнает, секта это или нет. Это все, видите, как. Они не могут показать, люди, это ничего, этого, которые нападают. Ничего. Повторяю. А, вот как идет. Ну, правильно все. Я даже не знаю, можно ли будет считать. Решил, чтобы в рамку входило, вот в объектив. Ну, плохо снимаю, я заранее говорю. Ну, надо снять, один раз показать. Можно здесь часов, да? Да, сделать там, в этом. Сейчас подожди, у меня осталось только три. Три листика сейчас я завтра фотографирую. Может что-то получится. И сейчас мы там прибьем. Тут не надо больше, там в трапезной прибьем. У нас прозрачно все. Ничего не... Нет, вот люди, которые показывают, вот она с сыном, она ушла. И ушла из-за чего? Ребенка кормила грудью до 4 лет, наверное, или до 5. И не хотела идти на работу. И стала выпрашивать деньги. У нас это не положено. У нас нищие не стоят у двери. Мы узнаем, где он живет, и помогаем ему построиться, на работу устроиться, как Иоанн Кронштадтский делал. То есть серьезно, надолго. Она не хотела работать. И какой сын? Сын никакой. Никакой. Он в компьютерной игры, наконец, сошел с ума, и в дурдом отвезли. А другой туда нашел знакомый. Тот еще лучше сделал. А что такое? А вот оно что. В гостях был, ночевал, смотрел телевизор, компьютер. Потом схватил нож и так ударил этого хозяйского сына, что нож погнулся. Ну, когда судили его, я на суд сходил, он мне знаком, у меня в лагере когда-то бывал этот парень-то. За что он понятия не имеет? Ну, сатана? А это вот я в студии был. Высоко показываю. В студии показывал где. А это вот мы на ступенях университета. И везде подписи какие. Ну, ладно. Так, теперь я пойду туда. Вот это взять надо. Давай. Над часами прибей. Прямо над часами. Становись на стол и сделай. Ну, а тут у нас ясно, что. Это трапезная. Вот здесь книги лежат. Вот. К истинному православию. Вот теперь стихов уже нету. Ну, то есть они есть, но мы... Я их не могу никому уже давать. Практически нет. Вот один экземперт еще покажу, потом уберу. Так пойдет, нет? Да, именно так. Вот. И вот здесь стихи. Интересно, когда название стихов решил книгу. Где-то около 70 или даже больше 100 предложений было. Ну, назвали вот так. Это ступени, ведущие к небу. Откуда-то взял. Тут один был. Я тут ни при чем. А дальше книги, которые... Ну, тут мы все время их показываем. Крест. Ровно, нет? Да, отлично. Прибивай. Очень хорошо. Так ты зачем ламинированный сюда? Ну, ладно. А больше нету. Как нету? Нету? Ну, давай. Ладно. Я думал, это на улице еще где-нибудь там, в лагере. Ну, придется еще заклеить. Вот что у нас в трапезной. И в храме между иконами места из Святой Библии. Вот кто придет и не поймет, что это такое. Это отмечали мое 50-летие обращения. И так и висит. Уже 53 года. То есть, 3 года. Никто не спрашивается зомбированные. Сами придумали, сами привесили. Меня даже в городе не было. Наверное. Вот так. Я это все смеюсь над этими... Над хулителями. У них же ничего нет. У них сейчас что дальше? Дальше ничего нету. Мы остаемся в русско-православной зарубежной церкви. А епископ отказался. Ну, это он отказался. Но не мы. Если муж отказался от жены, а жена носит его фамилию и молится за него, ее из-за этого никто не будет гнать. Придет время, они ответят за это. А вы заранее знали, когда это было. Эта акция была придумана не религиозным, а президентом России. Для него 362 точки своих агентурных иметь за рубежом. Ну, это предположительно, я говорю. Это чего-то стоит. То есть, огромная победа Путина была в том, что признали акта хроническом общении. Он уже нужен был, но дальше не надо было идти. Ну, а дальше уже не воздержались. Понесло и понесло. Давай уже тогда ломать. Самое главное, когда у нас, мы будем говорить, вот через полторы недели батюшка приедет. Вот какие у нас тут надписи висят. Вот посмотрите, какие протоколы. Про интернет как раз. Протоколы православных мобильцов. Это уже непосредственно в трапезной. Снимаю, даже не знаю, можно ли будет просчитать. Потому что на экране очень мелко. Не знаю, то ли задерживать, то ли быстро передвигать. Ну, опыта нету. Глядь, значит, нам на работу надо. Так, все, сейчас идем, уходим. Вы уже закрываете. Последнее. Она там слева, да? Да, как хочешь слева. Готовьте, сейчас закроем. Лесенку пока уносите. Вот, братья, все это сделали. Видите, как у нас все просто делается. Это изображение из Густава Доре. Сделана протестантская картина. А они нам принесли ее и подарили. Протестанты, баптисты. Знаю, что у нас это посчитается. Ну и вот, все. А это наш пастырь. Вот он пастырь. Вот она иерархия. А то устроили свою иерархию. Из 77 епископов, старое время, 77 кгбесты были. И без них спастись нельзя. Ну и пускай, по-другому они не могут. И ломают нас под это. Это какая? Вот где зомби-то. Даже не захватили, и то выйти невозможно. А у нас свободно ходят. Вот сейчас покажу, нахожу фотографию. Это умерла, девочка выросла там. Она не ходит. Эта девушка вышла замуж. Она далеко в Америке находится. Ну и так дальше. Все на этом. А как свет-то выключить эту? А так, сначала сюда, а потом сюда. Ну все, пошли. Что тут? Закрывайте двери, пошли дальше. Ну вот, иди, впредь, не греши. Закрывайте двери. А кто-то придет здесь, обернется. Теперь он видит, на кой вот надпись. О! А теперь мы выходим опять на улицу, откуда пришли. Ну что сделаешь? Так, надо было вот здесь прибить. У нас больше нету? Нету. Нету, ну все. Вот здесь можно было прибить. А то некоторые здесь не заметят. Видите, еще почти сумрак. Синяя такая. А, Никита, за свою работу. А вот за этим зданием, сейчас я покажу. Подожди-ка мне, Никита. Подожди, подожди, подожди. Вон там уголок здания, видать, сбоку, внизу, красное. Это краевой суд, где меня осудили. Осудили, отправили по этапу умирать. Вот так. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.